В начале лета в поселке Биофабрика начал свою работу асфальтобетонный завод. И с тех пор жители поселка страдают от каждодневного шума и неприятного запаха, доносящегося с завода. Проблемы. Вот шум. Слышите шум? Слышите. И запах чувствуете. И пыль в воздухе. Дышать нечем. Здесь вот дети у нас играют. Много детей маленьких. Они дышат этим воздухом. Работает завод с утра и до самого вечера. Бесконечный гул и езда большегрузов по улицам поселка. Местные боятся за своих детей, ведь неизвестно, какие вещества теперь содержатся в их легких. Да и угодить под колеса можно запросто. За домом проходят большегрузные машины. Они несутся на огромной скорости. Опасность за детей. Детям строго-настрого запретили за дом идти. Потому что водители, как правило, едут, смотрят в телефон, несутся. Очень опасно. Не знаю, как дальше жить. У жителей села на придомовой территории есть небольшие огороды. И именно в этом году урожай получился сомнительного качества. Теплица хорошая. А она пропадает, может быть, и от этого и пропадает. Вот цветы. Смотрите, вот цветы. Они не расцвели до конца, цветы-то. Вот по пушке и все. Это тоже, наверное, от этого. Но и осадок все равно на это. Пыль на этих, на листьях, вот пыль. Все равно не так все растет, как было раньше без этого завода. Люди не знают, можно ли вообще теперь употреблять такие овощи в пищу. Представители завода на связь с местными не выходят. Внутрь никого не пускают. Изначально жители села обращались за помощью к Народному фронту. И вот такие предварительные нарушения уже выявили эксперты. Первое – это шумовое воздействие на окружающую среду. Потому что идет шум от производственной техники, от автомобильного транспорта, грузового транспорта и спецтехники. Второе – это вибрационное воздействие. Потому что жители у домов улицы Фабричная постоянно говорят, что существует вибрационное воздействие на несущие стены здания от дробильной установки, которая занимается дроблением породы. Третье – это выбросы в атмосферу, связанные как с эмиссиями от котельной, также от битумосодержащих установок. И также там находятся склады, стройматериалы, которые в свою очередь тоже пылят, то есть дают свои выбросы в атмосферу. В СанПИН прописана классификация санитарно-защитных зон, и делятся они на пять классов. По словам экспертов ОНФ, данный завод подпадает под второй класс опасности, следовательно, санитарная зона должна быть не менее 500 метров. Но невооруженным глазом видно, что завод находится очень близко к жилым домам, а отходы большегрузы вообще вываливают прямо под этот забор. Не только жилые дома, но и школа номер 20 расположена неподалеку. Совсем скоро, 1 сентября, и в эту школу, которая находится рядом с заводом, пойдут дети. Страшно представить, как будут проходить их уроки физкультуры на свежем воздухе. Да и в классах открыть окна будет невозможно. Смрад завода стоит и здесь. Неизвестно, каким последствием приведет то, что люди дышат этой производственной едкой пылью. У меня ребенку 7 лет. И когда выходим гулять, минут через 15 ребенок покрывается пятнами. Это вот с недавнего времени, когда начал работать завод. Я сама тоже не могу дышать. Этот запах едкий. То есть у меня начинают бежать с глаз слезы. То есть я не могу с ребенком гулять, находиться на улице. Просмотрев публичную кадастровую карту, выявляется еще одно явное нарушение. Участок земли, на котором расположен завод, относится к землям населенных пунктов. Ну и логично вопрос, а что же надзорные органы? Где они? К нам в руки попал документ «Ответ на обращение от местной жительницы к Минприроды». Из ответа следует, что деятельность на данном участке осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Респект-М». И самое интересное в последнем абзаце ответа. Минприроды Забайкальского края проведена профилактическая работа в отношении ООО «Респект-М» по пресечению и недопущению нарушений требований природоохранного законодательства РФ в части охраны атмосферного воздуха при эксплуатации асфальтобетонного завода в поселке Биофабрика. «Отписка в чистом виде. Из этого письма непонятно абсолютно ничего. Если была проведена профилактическая работа, то где ее результаты? В чем профилактика? Завод как дымил, так и дымит. Люди как задыхались, так и задыхаются». Далее, еще один ответ уже от Роспотребнадзора. Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии Забайкальского края был осуществлен выезд в поселок Биофабрика для осуществления замеров шума на границе ближайшей жилой застройки домов 1-го, 3-го, 5-го. На момент выезда завод не работал, в связи с чем замеры уровня шума произвести не удалось. Одновременно сообщаем, что для лабораторных исследований требуются значительные временные затраты после получения и анализа которых управлением в рамках полномочий будут приняты меры в случае превышения гигиенических нормативов. Что же мы можем узнать из открытых источников о компании «Респект-М»? Владелец данной компании – Манвел Керабян. Виды деятельности. Основной. Подготовка строительной площадки. Дополнительное. Выращивание овощей открытого грунта, защищенного грунта, выращивание прочих однолетних культур, строительство жилых и нежилых зданий. Деятельность, осуществляемая заводом, никак не похожа на выращивание огурцов. Даже в официальном ответе от Минприроды сказано, что производится эксплуатация асфальтобетонного завода. Наши эксперты предварительно установили несколько нарушений, о которых мы уже сообщили в прокуратуру Азбайкальского края. Предложили прокуратуре привлечь соответствующие ведомства, что касается использования земли Росреестр, что касается выбросов, это Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Мы считаем, что не просто проверки нужно проводить, а срочно принимать какие-то меры по защите здоровья наших сограждан, ну и прежде всего детей, конечно. Процесс череды проверок запущен, но затянуться это может неизвестно насколько. Тем временем, первое сентября уже послезавтра, и, похоже, первоклашки запомнят его не как праздник знаний, а как день, когда первый звонок был заглушен грохотом завода. Картина вообще далеко не радужная. Иван Батырев, Павел Карпов и Иван Корнев. ЗАПТВ